Девушки отдыхают Я тебе сказал, что я антигронолог Говори В чем дело, ничего не понимаю Чего не понимаете? Он хачекян, и он хачекян А его аферистом называют У меня такая точка, как она Как не стыдно живого человека на улицу выгоняете Какая разница, антигронолог или неэндокринолог Я тоже, например, неэндокринолог, ну и что? Как ваша фамилия? Мисандари, да Ну вот вам еще два места Здравствуйте Здравствуйте У вас тоже хромакей? Ну, как сказать хромакей? Ну, можно, да, сказать, можно хромакей Ну, видеокарта Типа такого, да? Да, да, да У вас вообще красиво, слушайте Вот это вот рыжий цвет волос И вот эта лампа, ну это красота Ну, да, ты тоже там что-то такое А я так, 65 Это вот я на Украине 65 миллионов лет назад Проводим разметку топографическую Черного моря Вы знаете, я сейчас провела беседу с очень интересным собеседником с Украины Бывший, бывший украинец Сейчас он уже, в принципе, россиянин О, понятно Ну, вот так вот Интересно было Замечательно Такая беседа содержательная Мы просто провели ее, как бы, в Яндексе или мост То есть не в этом, не в рулетке Это уже собеседник, с которым я здесь познакомилась Но мы уже, как бы, вот Решили провести беседу помимо рулетки Чисто для эфира Чисто вопрос-ответ Ну, подготовили, встретились, да Ага, подготовились и встретились Конечно, сейчас Я же не умею готовиться Я же не готовлюсь к таким, ни к чему Вы время назначили? Время, да И все, больше ничего У меня сегодня было У меня сегодня была беседа с одним человеком С Россией И он мне сегодня сказал, что вот Сейчас уже будет мир И нам придется отстроить Украину Надо будет выплачивать пособия Раненым ВСУшникам Потому что, вот, как бы, нам надо будет их задобрить Потому что, чтобы они не совершали теракты Не задобрить, не задобрить Не задобрить А это надо будет делать А кто-то должен взять над этим А кто возьмет? Нет, подождите Я, конечно, не россиянка К сожалению Пока что Но я бы была бы категорически против Выплачивания А что с этими людьми делать? Не знаю Вот, видите? Поэтому вы не в политике Поэтому вы дома Под лампочкой Поэтому я дома и под лампочкой Я понимаю Но я уверена практически Что большинство россиян Будет против выплаты пособий ВСУшникам Которые убивали их родственников Не, не, подождите Подождите Одно дело Вы понимаете, когда Вы помните, когда была Великая Отечественная война, да? Ну Да Великая Отечественная война закончилась Был Нюрнбергский процесс Вы знаете, что Вермахт не обвинили Вермахт не был обвинен в Нюрнбергском процессе То есть армия То же самое Крекс Маринс Или там Люфтваффе Они не были обвинены Был обвинен, по-моему, Абвер И был обвинен этот Как его Опять же могу ошибаться И СССР Они были Национальными Преступниками А Абвер Это, вернее Вермахт не был обвинен То есть солдаты спокойно Которые воевали На стороне Фашистская В немецко-фашистской армии Они спокойно доживали свою жизнь Они вышли на работу Устраивались Все Не будут же всех уничтожать Окей, хорошо Они доживали на своей территории То есть Они Они жили в Германии А мы говорим А мы сейчас говорим Частью на нашей Частью на нашей Частью на нашей Восточная Германия была Окей Они были в своей стране Они там работали Они создали какие-то Ну как Для пенсии Заработали пенсию себе Ну да Окей, хорошо А эти люди Которые сейчас На территории Украины Они попадают Мы представляем ситуацию Они попадают уже В юрисдикцию России Уже присоединяют Ну вы сейчас говорите Если вдруг произошло Вот так И Россия победила Да Россия победила Она И вот эта вот территория Уже получается Николаевская область Одесская область Да И там вот эти вот люди Которые воевали ВСУшники Которые воевали против Россия Да И Россия Придя Она Должна платить Пособия Да 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 За что? Неонацисты будут найдены Наказаны Вот эти всякие Вот там батальоны Вот эти вот Националистические Да А ВСУшники Нет Это нормально Это простые люди А что сделать Вы их уничтожать Предлагаете? Я не предлагаю Уничтожать Я предлагаю А что вы предлагаете С ним делать? По крайней мере Они должны Смотрите Для того Чтобы получить пособие Им надо получить Гражданство Как минимум Сейчас Соединенные Штаты Платят Украинским Вот все МЧС За счет нас живет За счет Соединенных Штатов Учителя Пенсионеры Решают свои вопросы Почему мы вообще Не имеем никакой Правильно И вы будете решать Свои вопросы Они решают Свои вопросы И получается Что в Соединенных Штатах Никто сейчас Не погибает А у россиян Погибают близкие Там От этих ВСУшников Так пускай Пускай вот Соединенные Штаты Заберут Вот этих вот ВСУшников И дальше Пускай их себе Кормят Если им так сильно Хочется Куда Куда Причем здесь Соединенные Штаты И ВСУ Да Но они же Им сейчас Кормят их Вот пускай Продолжают Кормить Почему нет А почему Россия должна Кормить их Не подождите Во-первых Это их земля Это их земля Я согласна Это их земля Они там родились Они выросли То есть То что из них сделали Это совсем уже другое То что вот эту ненависть В них воспитали Это совсем другое Но они люди Которые родились на этой земле Они на этой земле выросли Что значит забери их Это во-первых Во-вторых Сейчас если открыть границы И сказать Все езжайте в США Вся страна в США уедет Так Пускай открывают границы Они и так уедут все Не в США Куда угодно Но они уедут И что дальше будет И что дальше будет Что будет дальше В смысле где Куда они дальше уедут Никуда Никуда они не уедут Вы думаете Европа Опять же Вот это С беженцами То что происходит Если сейчас Откроют границы И скажут Все ломитесь Европа закроет границы Потому что Никому не нужно Вот это на шее Такое ермо А значит Когда воевать Против России Все открыли И границы открыли И деньги давали И все нормально А сейчас Россия за свой счет Будет восстанавливать Ладно Восстанавливать Это понятно Потому что Там получается Что люди будут Трагедия А вот Платить Нет Вот Александр Я Вот При всем уважении Тут я полностью Не согласна Вы можете Как Вы можете Быть согласны У каждого Из нас в своем Но хотите делать В свое время В свое время Вы знаете Вот Венгрия Такая страна Которая сейчас Из всего Европейского Союза По-моему Вот Орбан Больше всего На стороне России Скажем Он там Не совсем друг Но он По крайней мере Не совсем враг Вот так начнем Да Вот его там говорят Он там лучший друг России Но если мы возьмем Прошлое Мы уйдем В Великую Отечественную войну То по-моему Если я не ошибаюсь Город Воронеж Хотя могу ошибаться Очень долгое время Не мог получить Звание города-герой Знаете почему Не знаю Потому что там была Полностью уничтожена Дивизия венгерская Полностью уничтожена Причем был приказ Пленных не брать Негласный приказ И уничтожили полностью За их зверства Ну нормально Но потом Венгрия Стала страной Соцлагеря Сразу же После Великой Отечественной войны Венгрия становится Страной соцлагеря И Советский Союз Вливает сумасшедшие деньги Я конечно Я конечно не хочу Предлагать такое же решение По Украине Полностью Причем вы не можете Уничтожить всех Кого Не Кого уничтожить Во-первых Уничтожали не венгров А уничтожали Именно Солдат Так это тоже солдаты Мы тоже говорим Правослушники Их уничтожали На территории Советского Союза За их зверства Которые они проводили На территории Советского Союза Когда Советский Союз Вошел в Венгрию Там уничтожения Не было Чисто потому Что по национальному признаку Этого не было Понимаете Было уничтожение Здесь За что-то Советский Союз Восстанавливал И Польшу И Румынию И Венгрию И Болгария Восстанавливали Да Все кто в соцлагерь Вошел Советский Союз Всех восстанавливал И здесь будете А куда Куда вы делитесь Так же было И с Чечней Сначала разнесли Чечню В пух и прах Весь Грозный А потом да Восстанавливали Конечно Чечня совсем другое А это другое Не бывает другое Вы понимаете Вы мыслите Как-то вот радикально Вот им не будем И что им Остается делать Взять оружие в руки И дальше воевать Или что Открыть границы Пускай едут Кто-то хотят Вы откройте границы Европа закроет границы Им тоже такой подарок Не нужен Куда Сейчас смотрите Сейчас взять Вот Израиль 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 Это Палестина Вот этот конфликт В секторе Газа Что там Израиль Опять же делает Проводит военную операцию Войной назвали То есть бомбят Все Палестинцы собрались На юге Сектора Газа Египет к себе не пускает И Ордания тоже К себе не пускает Не надо нам Говорить такое Также Европа не возьмет Кому надо в Европе Люди Имеющие хороший Боевой опыт С посттравматическим Синдромом И злые на все Кому они такие нужны Скажите пожалуйста А нафига России это Им тоже это не надо Так же получается Такое бывает Им тоже это не надо А что вы хотели А что Россия Которые без людей А как это пустыню что ли Так не без людей С лояльным населением Как не А как вы будете определять Кто лояльный Кто нет Не знаю Фильм свадьбы в Малиновке Смотрели Это да Я смотрела Да Таких будет много Я уверена Что таких будет много Самые упоротые Как раз таки И станут самыми лояльными В тот момент Переобуются на лету Самые упоротые И преступления будут наказаны Остальные Ну остальные Ну так В свое время Бандеровцев освободили Учок амнистии Вот в этом и проблема Понимаете Вот для меня Тридцать седьмой год Это не был катастрофой Я как бывший сотрудник Я скажу так Что Я понимаю Что при чистке Погибает много И невинных людей Но иногда чистка нужна Потому что Потому что Выпустили В пятьдесят третьем году По амнистии Вот этих вот И мое мнение Что мы Что сейчас Война идет Из-за Именно продолжения Оттуда идет Потому что Они воспитали Своих детей Внуков Правнуков Которые сейчас Вот кричат Москаляку Нагиляку Которые Хотят воевать И так далее То есть Мое мнение Значит Советская пропаганда Оказалась хуже Их пропаганда Их пропаганда Победила Что еще сказать Ну Да Я и соглашусь И то есть Когда сейчас Мне люди говорят Что Да нет Будет все нормально Мы включим Телевизор И они Там год Два Три И все будет По другому Не будет По другому Если при союзе Не смогли То и сейчас Не сможете Кстати Не задавались Никогда вопросом Почему Вот говорят Их телевизор Их телевизор Вот часто Любят там И на шоу Ваших Говорить Вот их телевизор Люди Зомбированы И все остальное Почему до сих пор Телевизор работает Кому-то выгодно О Вот и все Вы просто Задавайте вопрос Себе такой Знаете Это По-моему В маленьком принце Это было Да Если звезды На небе Зажигают Значит Кому-то Это Значит Кому-то Надо Так же Почему у них До сих пор Интернет Есть Странно Ну вот Видите Задайте себе Такой вопрос Игра идет Настолько Большая Что Ни вам Ни мне Ни таким Как мы Сотням Тысячам Людей Своим умом Не понять Потому Что Люди Играют В шахматы А мы Пытаемся Сюда Правила Шашек Внести Это Не бывает Даже Не шашки А это В Чапаев Знаете Так Не работает Да К сожалению Не переживайте Все будет Хорошо Главное Опять же Говорю Правильно Наладить Пропаганду Правильно Начать Перевоспитывать Общество В нужном Русле Смогли Женовизать Ненависть Так же Надо Навязать И доброту Но я все равно Против Ну Баба Яга Против Спасибо Не воспримите Как оскорбление Вы до стрима Вы знаете Для меня Баба Яга Это не оскорбление Почитайте Историю Бабы Яги Это комплимент Баба Яга Вообще Классная бабка Была Вообще Никого Не трогала Жила Одна В лесу Сами До нее Докапываются Кому Не лень Приходят Она Всем помогает Вот такая Тетка Была Ну Немножко Не сложила Муж Такой Нехороший Был Кащеюшка И он Ее бросил Вообще Бедная Несчастная Старушка Живет Одна Бедная Несчастная Не надо Не надо Все было Нормально Все было Хорошо В смысле Бедная Классная Еще Классная С кофточкой Типа Такой Вот Еще Фуражку Чтоб Сразу Не узнавали Пилотка Есть Тюбитей 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 Не не Вот что-то Такое Чтоб С козырьком Чтоб Сразу Не узнавали Не не надо Пусть узнают Я вот так Вообще Сделаю Сейчас И все И пусть Будет Вот так Это Как И зависит Факир Был Пьян Понятно Давайте Удачи Вам Всего Доброго Кончится Война Вернемся Мы Сюда Пройдем По Этим Местам Кто Стас И позовем Лучший Симфонический Оркестр Во фраках Выйдет Дирижер Я подойду К нему Скажу Пусть Они Сыграют Нет Ты знаешь Я Я сам Местам Продолжение следует...